Вот такой замечательный у нас есть ветряк. В Подмосковье такие были очень востребованные, популярные. У нас картинка есть, которая показывает, как они выглядели. Уникальные экспонаты из дерева. Индийские воины и музыканты. Свистульки из Швейцарии, бомеранг из Индонезии. Рядом с ними и русские красавицы-матрёшки. А матрёшку на ножках видели? И если большая часть зарубежных игрушек фабричные, то русские исключительно ручная работа. В экспозиции экспонаты из разных уголков мира. Более 350-ти. Это выставка из фондов частного музея Александра Грекова, известного исследователя народного искусства. Коллекцию собирал женой 30 лет. Кстати, в ней нашлось место и игрушки белгородского мастера. Может потрогать игрушки, да? Не только потрогать, но и поиграть. Потому что это, наверное, боюсь, что это самая популярная часть экспозиции. И среди произведений, которые нам предоставили для интерактивной зоны, это, конечно, богородская игрушка, не крашеная. И вот современный сюжет, вот медведь за компьютером, вот такая игрушка. В интерактивной зоне есть и командные игры. Например, старинные бирюльки. Будет интересно и детям, и взрослым. Успейте прийти до 12 апреля. А это выставка члена Союза художников России Маргариты Кудрявцевой. Гармония цветов и цвета. Посвящена 50-летию ее творчества. По-настоящему весенняя цветочная экспозиция. В ней более 20 произведений мастера. Работают в уникальной лоскутной технике акварель. Это сложнейшая техника у художников, потому что практически невозможно исправить что-то. То здесь уже такое наитие, плавность переходов, нежная градота цвета. Она принесла в лоскутное шитье. Поэтому все ее работы воздушные, невесомые. Выставка будет работать до 23 марта. А еще в Белгородском художественном музее можно познакомиться с работами из собрания Тульского музея изобразительных искусств. Накануне соцреализма. Живописи графика 1920-1930 годов. Здесь жизнь молодой страны, которая нуждалась в новом искусстве. Почти 40 произведений. Вы сможете увидеть работы дедушки двух известных режиссеров Андрея Кончаловского и Никиты Михалкова. А также работы автора, который иллюстрировал произведения Маршака. На этой выставке представлены работы начала 20 века. В нашей же экспозиции, в наших фондах достаточно мало этого периода. Посетитель, который придет к нам, он может познакомиться с работами начала 20 века в этой экспозиции и подняться в нашу экспозицию. Дальше знакомиться с работами уже советского времени. Выставка будет работать для вас до 12 апреля. В том числе и в выходные. Екатерина Ковалева, Эдуард Горелов. Программа «Такой день» на Мире Белогуре.